Лоза плетения может быть включено в программу обучения классического университета, а Финно-Угорскую ассоциацию возглавил новый председатель. В Ишкаре завершился второй международный форум богатства финно-угорского мира, организаторами которого выступили Марийский госуниверситет и региональное министерство культуры при поддержке Министерства образования и науки России. О том, что делали в течение трех дней участники форума и каковы его итоги, наш следующий сюжет. Второй международный форум богатства финно-угорского мира собрал в Ишкарале 235 студентов, магистрантов и аспирантов, представлявших 26 вузов и СУЗов 11 регионов России, а также Финляндии, Венгрии, Германии и Чехии. Рабочая программа форума изобиловала событиями. Его участники занимались научной работой по семи секциям, но, безусловно, самыми зрелищными и интересными для каждого стали мастер-классы. Народные промыслы, фольклор, прикладное творчество и даже медовая ярмарка – именно здесь им можно было оценить все богатство финно-угорского мира. Марина Пяткина, которая приехала из Мордовии, возрождает забытые традиции ткачества. Один из результатов ее работы – народный мордовский костюм в дивных узорах, которые, конечно же, выполнены вручную. Здесь я познакомилась с новыми ребятами, очень много друзей нашла и мастер-классы проводят. Вот, допустим, по лозоплетению я не умела плести, а сейчас тоже научилась. Ну и, конечно же, делюсь своим опытом по ткачеству, вышивке и макраме. Впрочем, существенная часть форума носила исключительно деловой характер. К примеру, здесь выбирали нового председателя финно-угорской студенческой ассоциации. Им стала студентка Маргу Людмила Карпова, которая поделилась с нами планами работы на ближайшее будущее. За этот год я должна вместе с другими университетами создать программу мероприятий со всеми университетами. Сюда входят вебинары, то есть связь через телемост с другими университетами, входящих в ассоциацию финно-угорских университетов. Также заговорили о Пелай-де-Шпайреме, то есть все финно-угорские республики, вузы, которые входят в ассоциацию, согласились к нам приехать в этом году. Также поговорили еще о театрах, то есть если, например, Марийский театр, студенческий театр поедет в другие университеты, то их с удовольствием встретят и также мы. Еще одним итогом форума стало создание единого банка данных о студентах, которые желают принять участие в программах межвузовского обмена. Кроме того, как отмечают в руководстве Марго, есть все шансы, что в программе университета могут появиться народно-прикладные предметы, такие, например, как лозоплетение. Более подробный рассказ о форуме богатства финно-угорского мира в ближайшую среду 20 мая в рубрике «Мой классический университет» на телеканале «Регион-12».